Просто куча однотипной яркой посредственности с редкими... Ура! Поп-пыт! Поп-пыт, я могусь! Майни, мы с вами. Всем привет, и сегодня с реакцией на видео с канала Вантернопы. Это больной фандом Роблокса, или Роблокса. Роблокс, наверное. Давайте смотреть, блин, посмотрим. Знаете, что такое Роблокс? Многие ответят, ну да, это же игра для детишек с графикой уровня что-то между Лего и Майнкрафтом. Я не придирчив в графике, но я так люблю, когда хорошая стилистика. Вот так вот. В Роблоксе мне не нравится стилистика вообще, от слова совсем. Режимы всякие. Некоторые из вас скажут, нет, не знаю и знать не хочу. И только немногочисленные шарящие люди будут утверждать, что на самом деле... Мне сложно в это играть, на самом деле. ...а платформа для размещения этих самых игр. Вот режимов там очень много, да. Причем движок довольно старый, большая часть постоянных пользователей данного сайта младше его самого. Не самая завидная судьба, согласитесь. И ведь эти же пользователи создают сотни различных режимов... ФНР здоровый человек. ...что создаёт не самую лучшую репутацию нашему сегодняшнему пациенту. Как и его модерация, а ещё контент на ютубе. Но ведь есть там и что-то хорошее, ведь так? Да. И про всё это и сегодня вам. Не, ну будем адекват... Ну, честными. В основном, для кого Роблокс рассчитан? В основном для детской аудитории. Но это факт. Если кто-то не согласен с этим, господи, зайдите сами, поиграйте в Роблокс и поспрашивайте у людей подряд, кто в это играет. Но, ясное дело, среди всего этого можно найти что-то интересное даже для взрослого человека. Но просто в этом надо разбираться и искать. А кто этим захочет заниматься? Не все. Для начала, как вообще это всё работает? У нас есть площадка, что-то типа Стима или соцсети, где у вас есть аккаунт, друзья, скинчики и режимы. Так называемые плейсы, созданные такими же пользователями сайта и в редких случаях самими создателями. Вкладка с этими самыми плейсами больше напоминает Google Play с кучей непонятного качества проектами. А если вы попробуете углубиться в этот раздел, то поймёте, что это никакой не Google Play, это буквально тренды Ютуба. Просто куча однотипно яркой последственности с редкими. Ура! Попыт! Гляньте! Попыт! Амогус! Попыт! Балги! Попыт! Мегапаркурыть! Вот это классно! И Спайдермен симулятор. Мне нравится, среди всего, этот куст. Спайдмен. Повторение одного и того же. Пародия на нормальные игры типа Майнкрафта и всевозможные стрелялки и паркуры. Но вот тут в Ракуле подобный трешак на Ютубе смотреть довольно весело, в разумных количествах. Так же и здесь. Но не могу я ничего с собой поделать. Нравятся мне кривослепленные виртуальные миры. Они легко относят тебя в атмосферу альтернативной и совершенно другой реальности. Безумной реальности. Это искусственный мир. Как же он... Привет! Ты ещё кто? Привет! Тем не менее, как я и говорил, существует немало действительно хороших режимов. Некоторые из этих плейсов настолько качественные и популярные, что вокруг них самих собирали свои собственные фандомы. К примеру, тот же Джейлбрейк. По его мотивам даже игрушки есть. Ставь лайк, если бы хотел себе мебельную фигурку из Роблокса. Возможности у движка предоставить. Блин, фигурок с Роблокса, наверное, Роблок... 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 Я не знаю, куда в то время, что Роблоксом. Очень много фигурок. Очень много. Наверное, на уровне, как с Фортнайтом. Когда приходишь в какой-то магазин игрушек... Я люблю магазин игрушек. Там есть Лего. Там есть много чего интересного. Прикольно. Посмотрите, чем играются сейчас дети. Так вот, Роблокс и Фортнайт. Роблокса ещё больше. Это просто сумасшедшее. Кстати, фигурки выглядят симпатичнее, чем в игре. Тут и на драконах полетать, и рыбу половить, попутно плавая по различным островам. Очень классный плейс. И в Хоррор на месте поиграть, и ММО свои есть, и тесты, и движка на производительность. Даже ММО? Ого! Ну, кто-то не сказал бы, что Роблокс. Ничего себе, там, что РТХ даже был? Хреновый, конечно, но есть. Я, кстати, давненько уже хотел сделать ролик про эту замечательную игру. Пишите комменты, ставьте лайк, если хотели бы увидеть это. Ну и как же забыть про FNF-режим? Что-то типа соревнования на очки с кучей заранее скачанных модов. Но, говорят, коммунити там не очень. В общем, отличных режимов реально много. С относительно красивой графикой, с любопытным геймплеем. Так, стоп. То, что сейчас на экране, явно не Роблокс. Это же NextRB. О-о-о-о, реклама, это хорошо, это... Он дарно покушает, ребята, это надо ценить. А вот этот автор, вот этот Мацни, Майни, не знаю, сами придумайте. Могу быть хоть антимайни для вас. Я тоже могу покушать, если просто подпишитесь, лайк поставите, комментарий напишите. Мне будет очень приятно за ваше здоровье. Ну, думаю, вы поняли. Не могу не рассказать об одной услышанной мной аналогии. Роблокс чем-то очень напоминает Флэш. Только под жестким контролем. Люди с помощью движка способны творить какие угодно игры. От пародий до реальной годноты. Но различия есть. Как минимум, Флэш все-таки требовал побольше скилла. Так как пресеты делают свое дело. Ну да. Все-таки во Флэше надо было уметь наделать самому все, да. Не идет. А, ну еще донат. Совать. Вот это отличие уже позначительнее. Сейчас на платформе существует такая вещь, как Робуксы, которые можно получить только... Ох, Робуксы. Я знаю детей, которые в это выбухивают все свои карманные деньги. А это натихаря у родителей берут. Пропащая штука, эти Робуксы. Козырял. Но еще лет пять назад в Роблоксе существовала такая валюта, как тикеты, которые можно было разменивать на эти самые Робуксы. Но в экономических целях она была убрана. И теперь, если вы хотите стильный костюмчик, извольте поделиться рублем. К тому же этим очень часто работчики. Ведь внутрь своего плейса можно встроить донатик и получить жирный процентик со школьников, открывающих кейсы. Ох уж эти кейсы. Конечно, многие водят и свою бесплатную валюту. Но тут уже как во всяких мобильных грингах. Как всегда. Или играешь 24 на 7. Как бы, в принципе, детям есть время, когда играть. Вот реально, я понимаю. Хотя ничего хорошего, мне кажется, нет, что они могут играть 24 на 7. Или донатишь. Как бы тоже такое себе. Либо донать, либо трать часы своей жизни. Я вообще не против доната, как такового. Но я против, когда в игре это вынуждено. Когда это не просто ты хочешь таким образом поддержать разработчика, или какой-то просто скинчик получить, да, красивый. А когда это pay to win. Вот это мне прям не нравится. Многих этот аспект платформы удручает. Но на самом деле с таким количеством режимов это не то, чтобы прям страшно. Разве что усложняет поиск действительно годных плейсов. А, ну еще это породило кучу скамеров, обманывающих глупых детей. А, ну еще и это. Кондо плейсы. Бич Роблокса. Что? Это уже не столько напоминает флэш, хотя там тоже такое было. Сколько темную сторону Майнкрафт контента и гребаную гача лайф. Если кратко, то это местные бордели, где сперматоксикозные умы подростков воплощают свои неприличные желания на угловатых модельках. Рул 34 по Роблоксу существует, и это уже не смешно. Потому что если вам нравится такое... Это... Блин, это как по Майнкрафту. Я никогда этого не понимал, не понимаю. Что? Ну типа это... Я понимаю, когда там люди рисуют рисуночки свои по... По Геншин, ладно. По Роблоксу. Ребят, вы че? То вам действительно надо пересмотреть что-то в своей жизни. Ведь кто-то создает эти голые модельки со всеми подробностями. Более того, я с такими людьми общался, но понять мне их не дано. Ух ты, голая вендертян в Роблоксе. Я погружу тебя в самые черные глубины человеческого отчаяния. Такие места, конечно же, активно банятся. Попасть на них можно либо при большой удаче, либо с помощью обходных путей. Существуют они от нескольких минут до нескольких часов, и благодаря их огромному количеству сыграть в них не такая уж и проблема. Но модеры не дремлют. Тут они свою работу выполняют. Я говорю тут, потому что в наше время модерация Роблокса обладает довольно скверной репутацией. Вы спросите почему? Ну, по нескольким причинам. Лучше на примерах. Помните мем про Уганда Наклзов? Так вот, бедолаги, решившие запостить картинку с этим персонажем, быстренько отправлялись в бан на несколько дней, так как якобы распространяют российский материал. Ну, типа Уганда, все такое. Это странно. В чем? Ладно, как бы им виднее. Им виднее. Как и Ютубу, как и Тричу виднее. Поэтому, ребята, цензура появляется в интернете в таком количестве. Потому что площадки не понимают сами, чего они хотят. Это жутко. Мы могли забанить за слово г**и, причем не обращая внимания на контекст. Зато вот с баном читеров они справляются далеко не всегда. А на Ютубе могут за таким желтый значок. С другой стороны, здесь столько плейсов. Разве с хакерами не должны разбираться сами разработчики? Тут уже спорно, потому что рук перебанить всех явно не хватит. Но вот где модеры точно облажались, так это в магазине предметов. В конце 2020 года поднялась шумиха вокруг так называемого глу фейса. Или же лица в клее. Знаете, как выглядело это лицо? Вот так. Не похоже на клей? Я тоже так думаю. Над стражами порядка рублокса ржало... Да это клей. Честно. Или сметана. Майонез. Пол комьюнити. Сейчас ясное дело такого не найти. Зато вы можете вбить в поиск Милкис и получите... Вот это. Вывод. Пытаться модерировать хорни подростков задача непростая. Но известны случаи, когда модерация отлично справлялась со своей задачей. Одна неприятная ситуация произошла в 2017 году. И виновником ее послужил зарубежный ютубер под ником Квакити. Данная персона, стримя на Твиче, решила пойти, видимо от скуки, рейдить форумы роблокса. Он позвал своих комичков из чата навести там суету. Пораспамить ссылками на Твич их любимого контентмейкера. Модеры, обратившие внимание на стрим... Ну это прям вообще фу. А в чем мем? Это даже не смешно. Блин. Я никогда не понимал, зачем делать такие рейды? Как по мне, это показывает тебе не с хорошей стороны. Пусть тебе не нравится игра. Пусть ты с нее рофлишь. Но засирать какой-то продукт просто, потому что ха-ха-ха, это не смешно. Это вообще не смешно. Это не мемно. И в качестве ответных действий забанили Квакити. Сначала его аккаунт, потом аккаунт фаната, с которого он зашел, а затем и его айпишник. То есть на сайт он зайти уже вообще никак не мог. Буча началась нешуточная. Подписчики требовали разбанить стримера, но начали успокаиваться после того, как за блогера взялся сам Твич и забанил его на денек за его ебантяйство. Конечно. Ну вот это в принципе честный бан, потому что я считаю, что так не должно быть. Что это за спам просто? Решил Квакити попробовать еще разок, но на этот раз получилось даже еще хуже. Властители порядка ограничили заход на форумы для пользователей, аккаунтом которых не было двух лет. Это был тотальный проигрыш. Хомячки начали даже возводить плейс-мемориалы в честь своего ютубера, но и их тоже банили. И видимо этого чела до сих пор троллят модерация Роблокса, потому что в его последних роликах его банят просто так. Он в них кстати играет с... Аааа. Так это член Dream SMP. Вот так совпадение. И если вы не в курсе про что, посмотрите предыдущий фандом. Советую. Ну и раз уж мы заговорили про ютуб, это очередной рассадник плохой репутации Роблокса. Любой контент по данной платформе... Ну да, в основном все эти ролики сделаны для детей. Ну блин, объективно это играет больше для детей. Ну сложно взрослому человеку играть в это. Это вырви... Ну особенно, когда ты захочешь, там популярные режимы, это вот такие вырвиглазные, вот эти всякие яркие цвета. Господи, будто бы ты эпилепсию сейчас словишь. Мне напоминает майнкрафтовскую помойку с нубами и пранками, и детский контент в принципе. Побег из плохой школы и учитель Роблокс приключения яркой мультяшной игры от канала ФФГТВ. 38 миллионов просмотров. 38 лямов. Мы будем сбегать с какой-то странной школы... Ой... Что это? Опа. Что он там делает? Есть даже летсплеи по полу-плейсам. Чувак бродит по этому борделю, вдыхает дым от вейпа и смотрит, как люди делами занимаются. Тут встает вопрос. Как это пропустил Ютуб? Вот мой ответ. Вообще, Ютуб, ты там в порядке? Алло. А, ну зато Ютуб готов давать желтые значки, блокировать видосы просто за какие-то странные слова для него. Ютуб, хватит. Не превращайся от ВИЧ, пожалуйста. Ну пожалуйста, такая хорошая платформа, не надо. Вот чего у Роблокса не отнять, так это отменных мемов. Я считаю, что большая часть из вас знакома с этой игрой только с помощью них. Рофлить со всей той вакханалией, что там происходит, очень весело. Можно даже вспомнить старые стримы ДАВГА и мой любимый мувик по Роблоксу. Тюрьма. Что происходит? Я вообще ничего не понимаю. Но эти же мемы и раковый контент и создают то впечатление, которое царит у обычного обывателя об этой площадке. Детская хрень, в которой нет ничего интересного. Блин, это тоже сделано в Роблоксе. Вот это вау. Ну конечно, ну гляньте, движок не справляется. Движку очень сложно, ему больно, он страдает. Но все равно вау. Учитывая какой-то движок и что сделано. Гляньте, какая машинка. А ведь там есть реально годные вещи. И я, кстати, далеко не во все из них поиграл. Что стараюсь наверстывать. На этом воскресном стриме мы как раз будем играть в Роблокс. Обязательно приходите. Так вот, движок Роблокса с каждым годом развивается все больше и больше. И туда добавляют кучу новых возможностей. Блин, это прикольно. Можно типа делать дизайн своих квартир. Кстати, вот это классная идея. Если там делать это проще, чем в других дизайнерских программах, почему бы и нет? Можно разрабатывать. На самом деле, я уверен, что там делать все-таки тоже не очень просто. Мне интересно, как это все-таки делать. Это куча новых возможностей. Да, конечно, это не замена крупным играм или типа того. Это не гейммейкер и не юнити, по крайней мере, пока что. Но это уже и не флэш. Как минимум потому, что флэш умер. Эта площадка очень схожа с мобильным геймингом. Там немало людей, получающие весомые суммы за свои плейсы. И если Роблокс не загнется, то кто знает, что нас ждет в будущем. Но пока он болен. Именно это я имел в виду в названии. Роблокс болен своей неудачей, неудачным комьюнити и неудачным отношением со стороны окружающих. Грустно, но что поделать? Давайте согласимся, по крайней мере, на том, что это хотя бы весело. Провести немного времени бегая от айты по нелепому паркуру, чтобы в конце подняться по лестнице на небеса и встретить Ивангая. Поплавать с друзьями на лодочке, ловая рыбу. Устроить ограбление, пострелять в друг друга в шутанчики и многое другое. Это весело. А раз так, то почему бы и не поиграть? Обязательно пишите в комментах свои любимые плейсы и залетайте на стрим. Спасибо. Чисто зайти по рофлите, ок, но играть в это, ну не знаю, мне, опять же, там были интересные идеи. Но вот сама концепция Роблокса, ну как бы изначально вот эта моделька Роблокса, это концепция Роблокса. И она, эта моделька, меня, простите, меня от нее блевать тянет. Не в обиду всем, мне лично не нравятся. Вот лично мне не нравятся подобные модельки, лично мне не нравится подобный дизайн. Они не похожи на Лего, они не похожи на Майнкрафта. Лего более детализированные, Лего более милые, у них, особенно если официальное Лего. То есть я обожаю Лего, но Роблокс это не Лего, нельзя сравнить Лего с Роблоксом, если в плане детализации. В плане Майнкрафта, Майнкрафт, у него простая графика, но она очень атмосферная. Ты веришь в эту игру, когда ты в нее играешь. Да, она квадратная, да, там кубики, но она настолько гармоничная, и это классно. В Роблоксе из-за того, что это, опять же, маркетплейс изначально больше, ну, просто чуваки пытаются подать свой донат в своей мини-игре, то клепаются иногда некоторые игры вот так, просто из того, что было, а то и наклепал текстурки, фигурки, и оно выглядит ужасно. И это, я просто немножко поиграл в свое время в Роблокс, и я не понимаю, почему там такое творится. Там просто же, там не найдешь нормального. Там есть симулятор уборщика снега, в котором ты просто убираешь снег, но ты можешь купить за 5 долларов крутую лопату, чтобы убирать снег быстрее. И это в топе было, это был топовый режим. Ладно, там симулятор уборщика, в том же, знаете, есть игра симулятора уборщика. Так там это сделано качественно, ты типа иногда реально получаешь кайф. Там же это сделано плохо. Я не знаю, короче, для кого Роблокс, для детей. Как бы ничего, я знаю, для кого Роблокс. Спасибо всем, кто поддерживает мой канал рублем. Вы крутые. А еще спасибо человеку, предоставившему немало инфы для этого ролика. Карим, спасибо, ты тоже очень крутой. Играйте во что нравится и не обращайте внимания на мнение других. Но так или иначе подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока. Вот это, кстати, правильное мнение. Если вам нравится... Да не полезу. Это очередной Нексус с карманами под вселенными. Тем более, там их такое количество, что я, скорее всего, просто заблужусь. Одни фальшивки. Нахер мне это не надо. Все равно ничего не выйдет. Ой, ну и ладно. Конец связи. Ну что, видимо, пришло время поговорить. Окей. Ну вообще, да, это правильное мнение. Играйте в то, что вам нравится. Если мне это не нравится, не значит, что вам не должно нравиться. Многие не понимают эту истину. Она истина такая и есть. Если вам это нравится, если никому это не приносит вреда, то, блин, вы чё, кайфуйте? Прикалывайтесь, играйте, радуйтесь жизни. Я считаю, что если мне, например, нравятся там игры на Nintendo Switch, а вам они не нравятся, это же не значит, что я в них играть не должен. Или наоборот, если вам нравятся там игры на какие-то консоли, или нравится тут же Roblox, хотя мне не нравится, и я поэтому, поэтому вы играть не будете. Нет, играйте. Это нормально. Я вас не осуждаю как игроков. Я просто сам лично для себя не понимаю. Вот я всегда пытаюсь сказать эту точку зрения. То, что если что-то кому-то не нравится, ты не знаешь, что вам это не должно нравиться. Думайте в первую очередь своей головой. Вот. Вот, просто в первую очередь думайте своей головой. А просто слушайте других и потом делайте свои выводы. Но никогда не думайте чужой головой. Звучит странно, но на самом деле многие так и делают. Типа просто сказал там один блогер то, что Nintendo Switch говно, например. Да, все такие, Nintendo Switch говно, все, типа. И никто не разбирается, и никто не... И все, все поверили. И то же самое там с тем же Roblox. В Roblox просто, да, очень плохой комьюнити. Это факт. Это очень печальное комьюнити в большинстве своем. Но я уверен, что там на маркетплейсе, если постараться, можно найти очень много крутых режимов. И опять же, это надо любить подобную графику. Потому что в основном вся графика построена, наверное, вот такая. Она такая вся пестрит всеми красками радуги. И такое надо любить. Например, мне такое не нравится, поэтому я не могу в такое играть, к сожалению. А так, что, ребят? Всем удачи. Пишите, играете ли вы в Roblox. Если что, вы вас, никто вас не осуждает. Играете, ну, нравится вам? Классно. Может, вы напишите, как раз, почему она вам нравится, и какой ваш любимый режим. Это будет довольно интересно почитать. А так, что, всем удачи. Всем пока. Пау. Субтитры сделал DimaTorzok